Существуются какие-то великие художники, которые работают сейчас, о которых, может быть, вот из этой массы, которая в интернете сейчас, этот вал, весь искусство, гигантский, гигантский. Просто миллионы, миллиарды. Да, я туда и не заглядываю, потому что это ужас какой-то. Вот из этого вала наверняка что-то выделится. Да, это создали новые технологии интернетовские. Да, да. Создали такую колоссальную проблему, проблему выбора. Выбора. Выбора, как все это. Я сталкиваюсь и в музыке с этим, понимаешь. Да, да. Нужно же создать что-то выдающее, или наоборот, какое-то уродство, чтобы это вызвало шок просто. Тогда этот шок, да, все время анализ и сравнение. Да, вот что творится на белом свете. Вот пример близости к пещерному искусству. Это известный французский художник Ив Кляйн, который делал, просто прикладывал натурщиц. А, да. Ну вот украдено у Малевича идея черного квадрата. Это не Малевич, это французский современный художник. Бесстыдно ободрал. И нет сноски, что взял у Малевича. А где глубина? Тут у Малевича еще что-то. Да, у Малевича еще кусок фона. Ну да. Ну, короче говоря, дальше не пошел. Ну никак. Ну куда дальше черного квадрата? Вот делают коллажи, всякие фотографии. Пытаются как-то внедрить какие-то новые попытки техники какой-то. Но это все декоративно. Что-то многогено немножко. Да, да. То есть делают всякие декоративные. А это? Да, разные вещи. Близко к фотографии что-то. Да, да. Растушевки. Чего только не делают. Ну, так сказать, и разные. И африканские. И так. И во рту фотография. И пена на морде. И чего хотите. Вот. То есть совершенно выходят за рамки живописи. Это ведь не живопись. Это живой человек, который одел на себя вот этот бараний скелет. А, вот так. С мясом. Ну, это да. Да. Вот, значит, попытки какого-то... Выдать за нечто. Да, за нечто. Вот американские абстракционисты Марк Тоби. Близкий к Филонову, но хуже. Но хуже. Ну, тут счастье, да. Вот я только что хотел сказать. Есть идея какая-то. Вот как-то выраженная в графике. Да, она так. А так вот. Художники разные. Вот этот вот, например, живопись действия, когда из тюбика отжимают краску просто на холст. А ты это собрал, только не покупал для того, чтобы, так сказать, посмотреть на эти аномалии, да? Нет, просто я люблю разные искусства. Я люблю разные живописи. Разные, не живописи, а разные манеры. Это Клей разных художников. Ну, я же живой человек. Понятно. Ну, почему я, так сказать, не могу интересоваться тем, что меня интересует. Это Пауль Клей. Можно сказать, что один из самых моих любимых мастеров. Ну, его тоже считали сумасшедшим когда-то. Вот это нольды. Ну, господи, ну, кому-то он, может быть, покажется грубым, но нольды... То есть движение, которое постоянно, совершенствуя себя, восходит все на новые и новые круги, устремляясь к идеалу. Это метафизический подход. Да, это же метафизический подход. Ведь Гегель был идеалист, он был мистик. Мистик. То есть ведь трудно себе представить для нашего советского простого человека, что может быть какой-то дух, который существует реально. И вот эта вещь, которая для нас вот реально, вот этот стол и все такое, для Гегеля была нереальна. Для него этого не было. Для него было единственное, что реально, это дух. Ведь это же страшно себе подумать, что мог человек так всерьез думать. А ведь он именно так думал. Вот на чем надо задуматься. И вот это вот все воздействует, вот этот вот мировой дух воздействует медленно на вот это вот человечество, все, и на его развитие, и культуру. И уж, конечно, не без помощи все это сделано и Мануила Канта, который, так сказать, отталкивался от Декарта. Вот получается. Хотя я не философ, совершенно верно, я лезу не в свою область. Но мне это интересно. А вот современные модерны, люди, его носители, знают, что они создают, вот вторгаются в такие философии? Что они носители духа. Я думаю, что, может быть, многие молодые люди, которые безумствуют и мажут, никогда не читали и не будут читать этого Канта. В общем, вся эта немецкая культура, она совершенно не спрашивая ни Гегеля, никого идет дальше. Она не думает ни о философии, ни о чем. Они кидаются помидорами на своих дипломах. Они что-то пытаются взрывать, ломать или фотографируют какую-то воду скользящую где-то в горжавой раковине. Или они делают неизвестное непонятно мне что. Я остаюсь в традициях, как старый динозавр вот этого 20-го, начала 20-го века. То, что я люблю. Зачем я буду вступать на фальшивый путь? Если мне что-то интересно, я что-то почувствую, тогда я да, сделаю. А если я этого не чувствую, зачем я буду делать то, что я... Вот такую закорючку, как делает эта барбара, я в один миг нарисую, я их миллион нарисую и лучше этой барбарой тысячу раз. Ну, у меня...